Хэй-хэй-хэй! Всем привет, дорогие друзья, с вами Чинацкий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Tower Conquest, или же Покорение Башен. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео, если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забываем оставлять свой царский лайк, ну и писать, конечно же, комментики, почему бы, собственно говоря, и нет. Ну что, давайте смотреть, что мы сможем сегодня, интересно, получить ремонтный бот бесплатно, кстати, давайте сразу берем. Но остальных я не вижу смысла покупать, поэтому давайте, наверное, сразу же, блин, может прокачать их? Деньги-то все-таки есть, максимум здесь, отлично, здесь максимум, вообще изи, здесь еще максимум, такое мне нравится, вот еще максимум, и давайте здесь тоже, отлично. Все, у нас все они на максималочке сейчас, это просто супер, поехали, наверное, сражаться, я думаю, что самое время, самое время, сегодня у нас с вами какой-то робо-мир, поехали. Я готов, я готов, будем сражаться, кстати, смотрите, БФГ, медленный, уязвимый, боятся такую-то сразу нескольких врагов. Давайте посмотрим, кто из нас будет сильнее, мой скелет-старик или же его БФГ. Сейчас посмотрим. Так, сначала опять же прокачиваем ману, я уже довольно давно не играл в эту игру, надеюсь, что я сейчас вспомню, что надо делать. Давайте отправим, наверное, сейчас Крестоно, вот, смотрите, пошел, пошел, пошел. И что он будет делать? Ау, ну, я бы не сказал, что это что-то очень крутое, ребят. Он не так уж сильно дамажит-то, если честно, его еще и отталкивают, капец как. Не, мне кажется, что это отстойный какой-то челик, я думаю, что мы его легко уничтожим. Так, давайте вот так сделаем, чтобы побольше урона сразу внести, и поехали вперед. Так, нужна ли мне сейчас дополнительная манна? Я даже думаю, что не нужна, если честно, потому что у нас и так все просто супер, как вы можете заметить. Вперед, вперед, вперед. Слушайте, ну, осталось совсем немножко дэмэджа нанести, но что-то как-то не очень получается. Давайте еще отправим парочку молотобойцев, которые своими лезвиями просто уничтожают. И прокачка новой. Так, все хорошо. Я уже сначала подумал, что нам не дали новые бонусы. Нет, все нормально, идем дальше. Здесь у нас все то же самое, плюс молотильчик. Ладно, вперед. Пока все изи, пока что вообще без проблем. Поехали дальше. Так, здесь я думаю, что уже есть смысл, ребят, прокачивать вот прям по максимуму манну, потому что я уже думаю, что здесь старик нам пригодится. Так, этот просто, чтобы молотобойца немножко отвлечь. Нормас. Прокач. Ой-ой-ой, слушайте, а... Было опасно сейчас. Так, молотобойца отправляю чисто, чтобы задержать. Танка чисто, чтобы он затанчил немножко, чтобы у нас все было ок. И лучника. Блин, на самом деле надо было за 200 отправить вот этого чувака. Сейчас я как раз таки его и отправлю. Найс, хорошо. И вот так. Изи, вообще, ребят, без проблем справились. Все, теперь прокачиваем манну. Для того, чтобы у нас с вами могли старика вызвать. Так, кстати, мы уже можем. Давайте накопим на него сразу. 200, 300, 400. Давай, осталось совсем чуть-чуть. Успел. Все, найс. Но этого вам уже будет сложно победить. А куда вы пошли-то? Я что-то не понял. А почему за меня этот стал? Слушайте, я не понял. А что произошло? Почему один из них за... А, я, наверное, бонус какой-то включил, да? Слушайте, я даже не заметил, если честно. Но старик всех размотал, как обычно. Это самый лучший чувачок. Просто уничтожает всех на своем пути. Отправляем сюда еще пару бомбардиров, чтобы тоже было попроще. Можно молотобойца. Изи победа. Готово. Старик зарешал. Все, как обычно. Идем дальше. Здесь у нас то же самое, плюс бомбер, воздушный бой. Ага. Нам понадобятся, ребята, эти лучники. Нам надо будет больше лучников здесь использовать. Поехали. Так, я думаю, что начну опять, наверное, с прокачки маны. Может быть, сразу не на максимум. Сейчас вот еще разок прокачаю. За 150. И давайте, наверное, отправлю уже танка в следующий раз. А в следующий раз лучника. Мне кажется, это будет самый лучший вариант. Чтобы лучник мог, опять же, да, вот против бомбера как раз сражаться. Угу. Поехали. Смотрим. Я, наверное, сейчас еще одного лучника отправлю. Блин, нет, не получится. Ооо, май гад. И что делать? Все, ребят. Это ГГ. Ну, я не буду... Стоп, а он... А, он не наносит урона по башне? Стоп, а что это за бред тогда, если он не наносит урона по башне? Это же вообще изи. Слушайте, это как-то странно. Это же реально супер изи получится. Что-то я не понял, в чем прекол, если честно. Бомберы тогда просто против обычных, что ли, врагов и все? Странно. Так, ладно, давайте сейчас накопим на старика. Нам опять же нужно... Ой, блин, что-то я, наверное, не совсем то сделал. Слишком много манды. Ну, ничего, так мы даже быстрее старика закастим. Так, 350. 50, 400 и 5 хаточка. Поехали. Сейчас мы их всех соберем и ударим с нашего суперудара. Еее, готово. Сразу минус 2. Добиваем БФГ. Хорошо. Ставим молотильчика. Не, ну, пока что, ребят, сами все видите. Бомберы, конечно, составляют определенную для нас угрозу. Но я сейчас побольше сделаю лученьков и вообще все будет норм. Давайте еще одного... Блин, старика, кстати, овнят понемногу. Слушайте. Слушайте, а старик-то немножечко начал уже страдать, если честно. Что-то у него по хп прям слабоватенько. Блин, ребят, сейчас есть шанс проиграть так-то. Старик-то уже все, почти отъехал. Так, давайте я прям побольше всех спавню сюда, но минус старик. Минус старик. Первый раз в жизни он у меня умер. Надо побольше лученьков, наверное, кастовать, потому что... Ну, а он убивает лученьков с одного выстрела. Что я могу сделать-то? Так, сюда, сюда. Я прям спавню всех, кого только могу, потому что проблемки здесь у меня есть с вами, ребят. Проблемки есть. Так, мне нужен еще один лучник. Все, нормально. Пас и старика давайте. Все, сейчас, по идее, должны уже победить, ребят. По ощущениям, сейчас уже должны победить, мне кажется. Отправляю просто всех подряд, потому что мне сейчас нужно просто больше танков, больше урона. Я думаю, что здесь уже автоматическая победа. Да. Но было непросто. Было, кстати, рили непросто. Я все получил? Да, все. Хорошо. Я люблю получать все бонусы просто. Так, это ремонтный бот. Быстрый уязвимый боец восстанавливает находящихся поблизости соратников. Ага. А, тоже, ребят, не самый приятный противник, потому что он будет хилить, получается. Так, давайте сразу начинаем прокачивать манну. Чтобы, опять же, можно было как можно скорее старика вызвать. Так, 150. Еее. Хорошо. Так, теперь, кого мы с вами отправим? Давайте, наверное, танка. И давайте, наверное, сейчас на лучника накопим, чтобы тоже дополнительный дэмэдж внести. Так. Минус один. Давайте молотильщика еще. Еще одного танка. Пока норм. И давайте, наверное, сейчас уже накопим на манну дополнительную. Все. Вносим дэмэдж. Отлично. Очень хорошо. Очень вовремя выстрелили. Все правильно сделали. Лучника еще одного ставлю. Еще одного танка. И давайте накопим на... Блин. Кстати, вот это не очень хорошо. Давайте накопим все же на старика, ребят. Нам сейчас он очень нужен. Заморозочку. Найс. Сопротивление, кстати, у него появилось. Нифига себе. Я его заморозить не смог. Все. Старик готов. По идее, мы сейчас уже с вами победим. Давайте я ускорю даже. Здесь я буду просто спавнить уже, ребят, врагов по КД. Ну, точнее, юнитов по КД. Только для того, чтобы дополнительный дэмэдж у нас с вами был. Так. Так. Лучника давайте тоже. Так. Давайте еще ускорим. Все. Ну, здесь уже сами все видите. Изи. Готово. Идем дальше. О, восьмой уровень. Забираем себе. Максимальная энергия. 10 бриллиантов, 12 тысяч монет. Хорошо. Максимальная энергия. Это самое главное. Чего? Ежедневные испытания. Ладно. Дом Джинджер Бретт скрывает какие-то темные тайны. Уничтожьте это. Награды. Пряничный дом. Нифига себе. Давайте попробуем. Офигеть. Смотрите. А, состав соперника. Что за жесть? Умная летучая мышь. Эм. Ребят, по-моему, я здесь вряд ли смогу затащить, если честно. Так. Давайте под конец сюда сходим, когда у меня будут максимально прокаченные. Я сейчас еще вот здесь должен победить и получу сундук. Может быть, с него я кого-то крутого получу мощного, потому что пока что, мне кажется, я там проиграю. Не хочу тратить время просто так. Все, поехали. Здесь мы тоже должны сейчас победить на изичах, потому что если мы здесь побеждаем, то у нас весь с вами уровень просто на перфект пройден. Кто у нас с вами здесь? Я, кстати, забыл посмотреть, кто у нас будет. Здесь ремонтник мы сразу видим. Давайте я сейчас сюда еще добавлю лучника. И добавлю молотобойца. А дальше копим на старика. В общем-то, примерно план такой. Нормас. Все, на старика мы с вами накопили. Теперь раз... Ох, нифига, кстати, он хилит. Давайте-ка мы это исправим. Все, до свидания. БФГ у них здесь тоже есть, но это ничего страшного. Так, дополнительный старик. Все, ребят, я думаю, что здесь мы уже с вами действительно отлично сыграли. Думаю, что здесь у нас с вами автоматическая победа благодаря старику будет. Лучника дополнительно. Можно лучника, в принципе, именно сейчас спамнить, для того, чтобы побольше дэмэджа именно из-за старика проходило. Так, ремонтный бот. Ох, нифига себе, смотрите-ка. Ты кто такой-то? Нифига, ребята, он не обращает внимания ни на кого, он просто идет вперед. Что за жесть? Фу, хорошо, что успели размолотить башню, иначе бы если бы он дошел, он, наверное, много бы дэмэджа внес. Слушайте, прикольная штука, ничего не могу сказать, реально прикольная. Сундук робота, тем временем, получаем бриллиантный ремонт-бот. Ну, такой, если честно. Не могу сказать, что что-то прям супер-крутое, но сойдет. Так, что у нас по квестам? Выполнили здесь квест. Магазин. Блин, я бы в магазин зашел, знаете что? Мне бы хотелось все-таки кого-то мощного купить. Так, ремонтный бот. А что у меня здесь? Не могу пролистать. Ну, ладно. Давайте прокачаем тогда, потому что пока что я не вижу смысла. Но вот этого чувака я не хочу приобретать, он мне не нужен. Я его разблокирую, конечно, но он мне по факту рили не нужен. Ремонтный бот. Ну, это тоже для тех, кто на роботах играет. Мне пока робот не особо нравится. Вот этого прокачаю. Он мощный, он хороший. Здесь никого прокачать даже не могу. Я бы его прокач... А, могу вот так прокачать. Я имею ввиду дополнительную звезду открыть, к сожалению, не могу. Но зато у нас все восьмого уровня становятся. И здесь у нас самый лучший результат, конечно. Вкачиваем сюда. И вкачиваем. Так, нет. Крестьянина мне не нужно. А вот это берем. Все. Отлично. Так, здесь никого, здесь никого. И здесь... Кстати, в следующей битве мы, скорее всего, откроем вот этих в следующих, как вы видели. Ладно, поехали посмотрим, что у нас за ежедневное испытание. Я не знаю, получится или нет, но попробовать стоит. Собираем свой отряд. Башня у нас с вами будет восьмого уровня. Ну, здесь мы все ставим, как и в стандарте, если честно. Так, 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 так. Не думаю, что есть смысл вбрать кого-то другого, потому что это у меня самые прокаченные, ребята. Поехали. Так. Я так понимаю, что все будет примерно так же, но... Ага, и у нас три минуты, ребят. Смотрите, у нас ограниченное время, три минуты. Ну, поехали. Я пока прокачиваю мамну, сами понимаете, для того, чтобы у нас с вами старик овнил. Так, еще один раз. Не знаю, успею или не успею, но хотелось бы... Отлично, все. Теперь... Блин, нам было бы классно прям сразу старика выпустить. Так. Хорошо, я не против. Триста. Эээ... Четыреста. И... Пятьсот. Пошел, старик, пошел. Ну, че, давай посмотрим, кто здесь круче. Давай посмотрим. О, нифига, кстати, смотрите, он могилу какую-то закинул в меня. Эээ... Старик пока что нормально разбирается, но по нему дэмэдж проходит. Мы это видим, ребят. И это не очень хорошо. Так, давайте сюда сразу мы кинем фаербол в ведьму эту. Эээ... Она неплохо дамажит, кстати, но тоже я бы не сказал, что что-то прям суперсильное. Так, сюда еще одного взрывателя. Эээ... Сюда еще одного крестоносца. Ага, появилась летучая мышь, кстати говоря. Давайте я немножечко ускорю, потому что пока что мы вроде бы неплохо идем, если честно. Слушайте, мы уже половину сняли. Да не, нормально, это вроде бы даже довольно легко. Это испытание, серьезно ли? Это было очень легко, ребят, рили, очень. Отлично. И что у нас здесь? Пряничный домик. Давайте посмотрим, что это вообще за башня и насколько... Стоп, еще раз можно? Награды, состав соперника. Собери свой отряд. Ну, давайте еще раз попробуем, но я не понял, а в чем прикол для чего? Ага, смотрите. А, нет, все, можно. Слушайте, я не понимаю, в чем прикол, для чего мне два раза с ними сражаться, если я уже победил. Может, мне какой-то новый сундук дадут посильнее? Кстати, как вариант, может быть, это реально был слабый уровень сложности, так сказать. Так, максималочка еще. Максималочку сейчас мы еще с вами прокачиваем. И я так понимаю, что сейчас уже пойдут зомби, если этот уровень посложнее. Нет? Нет, ребят, опять все, изи достаточно. Все, мы сейчас автоматически копим на старика. И он, если мы в начале самым выпускаем старика, это уже максимальный дэмэдж. Уже будет очень круто. Так, пятихаточка есть. Отправляем и теперь просто потихонечку ждем. Я, на самом деле, начну, наверное, с лучника. Вот так вот добавлю. Добавлю вот так. Ну и все, в принципе. Теперь добавляем просто максимум дэмэджа, сколько сможем. Потому что, ну, блин, половину старику снесли уже. Я с этим, конечно, согласен. Но, с другой стороны, ребят, ну, половину снесли, а половина еще есть. Плюс у нас новый старик потихонечку будет уже скоро готовиться. Так, идем дальше. Ну, я не знаю, ребят, старику нанесли дэмэдж. Я ничего не могу. Да, все, его уже снесли окончательно. Это, конечно, немножко печально. Но следующий старик у нас уже почти что готов. Поэтому я думаю, что шансы у нас... Обзрывайся. Хорошо. Слушайте, нет, это сложнее. Это сложнее. Я это уже вижу. Уже вижу, что намного сложнее, чем в прошлый раз. И при этом у меня осталось уже половина времени, кстати говоря. Что тоже не очень приятно. Надо на старика сейчас накопить, ребят. Надо накопить на старика, серьезно. Так. Блин, 400. Давай. Еще, еще, еще 20. Все, выпустил. Поехали. О, офигеть. Они очень быстро старика разваливают так-то. Смотрите. Офигеть. Это тыквоголовый, который метается. Тыквы огромные, взрывающиеся. Он прям очень много дэмэджа вносит. Слушайте. А я ничего сделать не могу. Он реально вносит огромное количество... Слушайте, а это что такое? Не знаю. Фигня какая-то. Ничего это не дало мне вроде бы. Да. Это уже было сложнее, если честно. А в следующий раз повезет больше. Возможно. Но. Я на самом деле уже не буду, наверное, сейчас это проходить. Я хочу больше, знаете, что попробовать? Пройти следующий уровень. Так. И армия... Башня где? Вот. Слушайте, а это может быть интересным. Смотрите. Разблокировать. Эпический, кстати, домик. Давайте мы его прокачаем сразу. 1400, 183, 300. А этот? 1400... 483, 30. Слушайте, ну этот вроде слабее, как? Нет? Ну давайте мы его попробуем, наверное, поставить. А потом посмотрим. Может быть он чем-то даже нам и пригодится. Так. Только куда мне его поставить-то? Профиль игрока. Ща. Меняем, значит, вот этот домик на вот этот. Эпический. Он выглядит намного круче. Надеюсь, что он и в бою нам сильнее поможет. Поехали. Я не буду сейчас проходить весь уровень, ребята. Я думаю, что это мы оставим уже на следующую серию. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если хотите увидеть ее как можно скорее. Ну и на самом-то деле... О, кстати. А, здесь новая сила, блин. Так здесь не фаербол. Здесь какая-то новая сила будет. Слушайте, надо ее сейчас затестить. Как раз таки очень хорошо, что мы с вами сейчас еще один бой проведем. Надо обязательно затестить. Посмотрите, насколько это вообще круто или же не очень. Так, пока бойцы мои побеждают. Но я бы хотел, опять же, старика, наверное, все-таки себе получить. 50. Хорошо. Так, копим две соточки. Все. Готово. Так, и что это за сила? Давайте я сейчас... Если это какое-то усиление, я хочу побольше сразу сюда отправить чуваков. А-а-а, это хил, ребят, смотрите. Ну, блин, с одной стороны, это чем-то... А, его продолжает хилить до сих пор, нифига себе. Так, а сейчас... Да, ребят... Нет, это офигенно. Это вообще офигенно, ребят. Особенно, если старик на поле боя и вот это использовать, это же будет вообще бомбическая тема. Его будет... Их до сих пор отхиливают, вы посмотрите. Это имба, реально дом имба. Он просто хилит нон-стоп. Слушайте, ну я думаю, что следующие наши сражения будут интересные, мягко говоря, потому что получилось неплохо. Ну что, давайте так. Если вы хотите, чтобы вышла следующая серия как можно скорее, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, дорогие друзья. С вами же был Ченаскин, увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok